Архипенко Фёдор Фёдорович. Родился в 22-м году в Белоруссии. В 40-м окончил Одесскую военную авиационную школу. За время войны совершил 467 боевых вылетов. Сбил лично 30 и в группе 145 самолётов противника. Сам не был сбит ни разу. Герой Советского Союза. Вы лётчиков вообще с детства хотели? Или как? Я был в 9-м классе. И к нам с Ассоевским пришёл Василевский, как сейчас помню его фамилию, кто хочет служить в авиации. Я записался, прошёл медкомиссию, в полном смысле это слово, по состоянию здоровья. И начал заниматься в аэроклубе. В 1938-м году закончил аэроклуб и перешёл в 10-й класс. И затем был нам дан приказ явиться в Одесское авиационное училище, которое готовило лётчатый состав для частей истребителей. А это значит какой год уже был? 1938-й, 1938-й год. Ну, получилась такая ситуация, что успешно я закончил программу, и часть нас, курсантов, кто успешно закончил программу на лёд, нас выпустили ещё младшими лейтенантами и распределили по полкам в Советском Союзе. Я был направлен с группой лётчиков в 17-й истребительный авиационный полк, который базировался на пограничном аэродроме в районе города Ковеля. Вот такая ситуация. И вот война вас застала под Ковелем, да? Да. А начал я войну в 4 часа 25 минут 22-го числа. И я был оперативным дежурным парадромом. Офицеры уехали к семьям. Семьи-то у Ковеля жили. И командир полка, все уехали к семьям. А я, можно сказать, как, у меня никого не было так, и я был оперативным дежурным парадромом. А получилось, что в 4.25, смотрю, господи, около 60 самолётов, бомбардировщиков Ю-87 и Кентилей. Что делать, не знаю. И связь уже была прервана. Правда, за неделю самолёты из состоянок успели рассредоточить по границе аэродрома и вырыли щели. А сколько осталось после этих бомбардировок? Остались вообще самолёты-то? Было самолётов более 80, а уже в Рону перебазировалось около 10 самолётов. Из 80 осталось 10, да? Примерно 10 или 9. Притом, мне всё же удалось один вылет сделать, пролететь от Бреста сюда, в район Роворудска, подо Львову. И что я скажу? Картина страшнейшая была. Полоса огня была. Всё горело на границе. Все деревни, все эти вот... Это какого числа уже? 22 числа, примерно, часов 15 или 16 я вылетел в воздух, пролетел от района Бреста сюда, в район подо Львову. Мы перелетели... На машинах вывезли нас в Житомир. Из Троуна перелетели остальные самолёты. И с Житомира мне пришлось только сделать один вылет. Под вечер прикрышивая, группа полетела в Щепетовку. Вот я знаю, был такой эпизод, когда вас чуть было не расстреляли, да? Это в 41-м году. А получилось так, что когда мы прибыли в 41-м году, в августе месяце в Ростов, в это время в 41-м году жарко, жарко было, было лето. И нас поставили тяжелый. Готовность номер один. Ракеты и взлетать. Мы просидели сутки одни, днём и ночью не вылазив. Привозили нам завтрак, обед, и ужин туда прямо в кабину подавали. Вторые сутки просидели. На третьи сутки линия фронта далеко. Вдруг машет командир звена Ибрагимов вылезти с самолёта. Вылезли. Я ещё подумал, как же так пост бросать ещё? А им уже было по 33-35 лет. Они уже, как говорится, более-менее, люди, говорится, прощай, чай, чай, опыт и всё. Одно, мне чтобы было так, 20 лет ещё не было. Представьте себе. Я снял пистолет, положил на парашют, снял парашют. Ибрагимов снял сапоги, разложил портянки сушить. Вдруг подъезжает генерал Красовский. Он был командующим ВВС Северо-Кавказского военного округа. И с ним поручениц, по-моему, Борщовщина, или особняк был, или кто. Он даёт команду отвезти на 25 метров и расстрелять. Тот вытаскивает пистолет, загоняя, остановить. Подбегает к командир полка Деревянову. Докладывает ему. Товарищ командующий, я вам докладываю. Он кричит на весь город. Молчать. Он говорит, я, товарищ, что там такая перебранка. Мы стоим, и пошевелись. Он даёт команду такую, что вечером расстрелять и мне доложить. Тот говорит, есть вечером расстрелять и доложить. Как он уехал, мы раз сели до темна сидим. Пришла смена, пришли в горизонт, там аэродром хороший, большой, в Ростове. Ночью в дремоте всё ждали, пока нас придут, поведут на расстрелы. Утром мы задремали, никто нас не беспокоит. Тихонько все. уехали на аэродром. Мы днём никуда не можем не выйти, ничего. Ждём, когда нас... А потом, на следующий день, дали нам отдохнуть, поехали на аэродром. Как и ничего не было. И через два дня мы улетели сюда, запад Киев. На всех пограничных аэродромах, с севера до юга, была вся авиация уничтожена. Только единицы оставались, которые прилетали, успели прилететь у тыль, на запасные аэродромы. Так что, уже можно сказать, со второй или третьей дня у нас авиация не могла никакого сопротивления сделать. она была уничтожена в основном на аэродромах. Поэтому они так успешно окрыться и наступали и прочее, и прочее. Так что, попали мы абсолютно, наша страна к этому времени не была готова. Хоть бы, чтобы три там или сколько месяцев побыло, поступили бы новые истребители. И так какое продвижение абсолютно не было. Потому что состояние бы... А немцы, конечно, без поддержки авиации тоже не вояки. Наши, как нас называют Иваном, мы совсем другой народ, говорится. У нас взаимодействие, выручка тоже более есть. Почему? Потому что даже в процессе войны приходилось сопроводить бомбардировщиков штурмяков. И мы своим горбом защищали. Не дай Бог, кажется, собираются. И вторые в начале были, потом десятые. У нас как-то иначе взаимодействие. А вот это головной ведомый это как, назначалось? Нет. Видите ли, чтобы вы поняли меня правильно, у эскадрин у нас вначале был боевой порядок три самолета звено. Командир звена, левый и правый ведомый. Как и по типу бомбардировщиков там звено, три самолета. И жизнь унесла. У немцев была боевая единица пары, пара. у нас же было звено. А потом только и получилась ситуация такая, что третий самолет, который слева и справа мешал маневрировать нашему звену. Почему? Потому что если вот идет например командир звена ведущий, надо развернуться на 180, так? И который справа идет, он раз покруче делает больше крен, и раз тут вывозит на прямой и этот пристраивает. А тут боясь, чтобы не столкнуться. Он мешал. И благодаря тому, что в 42 году 205 истребительную дивизию мы уже тогда были базировались в районе Воронежа, сформировал из трех полков 508, 17 и 434 известный, я перед ним преклоняюсь, Евгений Советский. Этот человек, я бы сказал, с большой буквы, сам летал, вот, и как организатор и человек дальновидного профиля был. Он доказал, что нужно перейти на немецкую систему, а не пара летает, заимствует врага. И когда звеним, совсем другое. А ведущий и ведомый, это пара, это особая слетанность должна быть, так, и ведомый должен быть особый человек, который давал возможность ведущему атаковать, избивать самолеты противника, он назад не смотрел, что его может вместе Шмидт или Фокер вулим быть. Поэтому во всех ведущих и пары слетаны, и можно сказать, как друзья взаимные. Но тут, например, уже этика суббарнации у меня там, например, прибыл летчик, я тренировал его, я капитан или потом саммайор, а он младший лейтенант. Но я за него был уверен, что я атакую, самолет, например, бомбардировал, я уверен, что он меня прикрывает. Бить самолет это свое родное искусство, как балетик, как говорится, танцует, или как в хоккее вот играет. Я когда в хоккей играет, я воображаюсь, что это воздушный бой идет между истребителем. Гоняется, гоняется, потом раз, все, гол забит. То же самая ситуация со сременем. А с бомбардировщиком тут уже летчик идет на явную, можно сказать, смерть. Кто кого. Ибо атакуешь бомбардировщик, ловишь прицел, потому что истребитель еще маневрирует, раз, поймать его тяжело, как мячик в хоккей. А когда бомбардировщика атакуешь, он идет по прямой, на полметра, на метр идут струи, трассирующие. Тут уже ловишь прицел, кто кого. Ва-бан, как говорится, идешь. Но при том, задача истребительной авиации любыми путями не дать прицельно бомбить бомбардировщикам. это вот. А когда прикрываешь истребителей, это при атаке бомбардировщиков противника. А когда прикрываешь бомбардировщиков, любыми путями не дать возможность истребителям противника атаковать наши бомбардировщики или штурмовики. Это уже первейшая задача. А в отношении истребителей я честно скажу, вот по-моему такому самому я истребителя абсолютно не боялся. Почему? Потому что я был уверен в технику пилотирования, что если такой термин и выражение было, от истребителя можно отмотаться. Только ротик не раскрывай и смотри, чтобы потому что прицел истребителей тяжко поймать. Только внезапно большинство сбивали наши истребители. Это из-за солнца и когда не видя вот только внезапно. А в воздушном бою сам истребителей конечно тяжело избить. летчик хорошо владеет самолетом и при том мандража его нету. Спокойно сливается с самолетом как вот и не дать ему смотреть, наблюдать, не дать ему возможность взять прицел, поймать, потому что тут самая миллионная доля секунды есть. Он дать очередь или впереди или выше или ниже или сзади пройдет. Так что А вы же сбивали истребителей. А запросто надо уметь сбивать. Но Федор Федорович это талант, это чувство? Это чувство и спокойствие, трезвые умы и рассудок и не паниковать. Для меня истребители были не страшные, потому что я по своему пилотированию техник я владел самолетом совершенствия. А это самое главное, когда летчик владеет самолетом совершенствия, ему не страшно. Бабардировщик, как я вам сказал, это дело другое, кто кого. И, конечно, по наземной цели окладать штурмовку тут уже ничего стремлет. У меня даже был полетел с района Кировограда на разведку туда, Новоукраин, городок. А была плохая очень погода. И надо же, смотрю, шелкнуло что-то, так? Прилетел, что-то шелкнуло. А верхний не смотрит, так, ну, еще, оказывается, какой-то солдат немецкий стрельнул, и она между ручкой и пероносом пролетела и пробила верхний фонарь. Я же больше был наклонен в воздухе, ну, тут ремни привезли, так, что это единичное поле могло попасть в лоб и с концами. А у каждого самолета был свой механик? Только свой. Только свой. И командир экипажа, то есть и командир, летчик закреплен. Я, например, ни на чужом самолете никогда не летал. Другой, всегда у меня самолет был исправный, Антон Деревягин. У меня был механиком, он, правда, старше был. У меня лет, по-моему, на семь еще. Федор Федорович, а я вот хотел спросить о чем? Ну, как вот, когда пехотинец помогает пехотинцу, там, раненому выйти с поля боя, понятно, даже танкист танкисту может помочь как-то. Бесспорно. А вот в воздухе-то как? Вот если вашего друга подбивают, то уже помочь ему ничем нельзя, да? В 41-м году мы базируемся в обаянии. Нашему полку была задача поставлена суммой Белгорода прикрывать железную дорогу. Мы залетели за линию фронта, там, они усами наступали, большой линии фронта не было. Увидели, колонну мы штурмовали, прибыли, давай проситься, вылететь специально на штурмовку, погонять немцев. Полетели, одну колонну погоняли, вторую, на третьей колонне правая плоскость, мы подожгли. Это был Николай Савин, сам москвич. Отличный, говорится, летчик. Да, ему метлу крутилась, он полетит, так? Он сел, я прохожу, влево начал делать разворот, немцы стреляют. Я на бреющем управу, посмотрю, вроде, зашел, сел, самолет, мой тоже, по-видимому, по-режим, пробежал метров 150, и в 30 метрах шасси положились, его горит, а я без счастья, выскочу с самолета, вверх, конечно, погнулся. А тут овраг там, и в овраг убежали, подальше шел один и два танка, что-нибудь, а мы так навскосяк, они обстрелялись с пулеметом, этот овраг, пули проходили, щелкали, а мы прижались к земле. И потом семнелось, переночевали, ночью в копне, половина в воде, половина, но друг-другу крутили, перешли там эту речью, шишку там, кладку нашли, попали в лес, все, а документы, пистолеты, мы оставились в копне, на болоте, а там половина копны в воде было, а потом вышли, там нет, мы обратно, вот такие колесили, на десятые сутки вышли к своим, вышли к своим, свои, нас за воротник арестовали, там вроде шпиона не поймали, так, откуда, мы летчики, мы же, есть дайте нам. Помню, дали это, гречневкашеве, в котелке, и мы, они признали нас, и мы с ними отступали. А потом прибыли в Старый Оскол, и со Старого Оскола 30 октября мы прилетели по два, и мы оказались в полку. И вот мне пришлось после этого пройти до Воронежа, с Воронежа, Сталинград. А как дальше путь вас был? А потом пошел на Кировоград, Умань, это Винница, там Ямполез, Румыния, то есть Молдавия, Румыния, вот после этого было сильные бои под Ясами. Чтобы сказать, что это за бои были, как-то подъехал командир, передовой командир корпуса генерал Уссер, спросили, как там, он за 8 дней было сбито тысячу самолетов с обоих сторон. Ну, представляете, какая мясорубка была, тут ничего не сказали. А потом перебросили подо Львов нас ужас, и затем прошел Сандомирский план, Польша, Германия, Чехословакия, немножко Венгрия, и Австрия закончила. Так что, сделал я 467 боевых вылетов, 102 воздушного боя, и 44 самолета сбил. Фактически я сбил 40 лично, и 4 пары. А сколько вылетов физически можно выдержать в день? И вот, даже в летний период, 4 уже много, а 5 многовато. А так, если вот перерывы, примерно 3-4 нормально чувствуешь. Молодость, все, вот, а уже как, 5 уже тяжеловато, так, напряжение. Притом, ну, представьте себе, ведь на истребителе это не по прямой, а все время с маневрю, перегрузки, маяк перегрузки, так, и поэтому, а так 3-4 не маневр, как нормальное явление. А вот, Федор Федорович, вы можете как-то вот так вычленить какой-то период во время войны или какую-то отдельную операцию, когда было особенно тяжело? Я бы сказал, оно тяжело было для меня лично. Если погода плохая, не полетаешь там неделю вверх, не так тебя чувствуешь в воздухе. Притом, у меня не было ни как острове ни к славе, ни к орденам, ни к чему. Моя задача, я старался сбить первый, первый самолет избить и смотрел, сохранял свой летный состав. Я не количеством, а качеством брал. Молодых я в бой не брал. Пока не тренирую, и на групповую слету носил. Притом, не облетаю район с ним, не поманеврирую, потому что летчик молодой оторвется, не найдет аэродром, куда лететь. И в строю держаться маневр по всем вертикальным горизонталям. Поэтому я прошел 43-е года без потерп. Был избит у меня мой ведомый зениткой. Вот отбивал от меня мистер Шмидта, и вот зенитка все же по мне и попала. Он выпрыг был в плену, остался жив. А так без потерп. Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok